Майкл Бар Захар, Нисим Мишаль, МОСАД. Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы. Читает актер Александр Воронов. Майкл Бар Захар, израильский историк, профессор, политик и общественный деятель. Учился в еврейском университете в Иерусалиме, где изучал экономику и международные отношения, а затем в институте политических исследований в Париже, где получил докторскую степень. Военную службу проходил в разведке, участвовал в Синайской кампании, шестидневной войне, войне судного дня и Ливанской войне. Был советником министра обороны Израиля Моша Даяна, членом КНЕСЭТа и представителем страны в Совете Европы. Читал лекции в Хайфском университете, преподавал историю в университете Эмари в Атланте. Писал статьи для Аля Мерхов, был корреспондентом этой израильской газеты в Париже. За достижение в журналистике отмечен премии имени Нахума Соколова. Автор более 20 художественных, публицистических и научно-популярных книг переведены на 18 языков, включая официальные биографии Давида Бен-Гуриона и Шимона Переса. Нисим Мишаль – магистр политических наук, один из самых известных телеведущих Израиля. В штате израильского государственного телевидения работал политическим репортером, корреспондентом Вашингтоне, а затем стал генеральным директором. 50-60 годовщинам государства Израиль подготовил две книги о важных событиях в истории страны, переведены на несколько языков. Соавтор книги о двух тысячах лет иудаизма совместно с Шлома Бен-Ами, бывшим министром иностранных дел Израиля. Невоспетым героем, неописанным битвам, неописанным книгам, нерассказанным тайнам и мечте о мире, никогда не оставляемой и никогда не забывающейся, посвящается. Пролог. Один ворву со львами. 12 ноября 2011 года. Мощный взрыв уничтожил секретную ракетную базу неподалеку от Тегерана, убив 17 бойцов корпуса стражей Исламской революции, превратив десятки ракет в груду обугленного металла. В результате взрыва погиб генерал Хасан Тихрани Магадам, отец иранских ракет дальнего радиуса действия Шахаб и руководитель иранской ракетной программы. Главной целью атаки был не Магадам, а ракетный двигатель на твердом топливе, способный нести ядерную ракету на расстоянии более 9 тысяч километров от иранских шахтных пусковых установок до континентальной части США. Новые ракеты, производство которых планировалось иранским руководством, должны были угрожать крупным американским городам, превратив Иран в ведущую мировую державу. Произошедший в ноябре взрыв отложил реализацию этого проекта на несколько месяцев. Несмотря на то, что целью новых ракет дальнего радиуса действия была Америка, взрыв, уничтоживший иранскую базу, был, по-видимому, осуществлен израильской секретной службой Моссад. Со времен своего создания, более 60 лет назад, Моссад ведет бесстрашную тайную борьбу с опасностями, угрожающими Израилю и Западу. В настоящее время работа Моссада по сбору разведывательной информации и его операций как никогда раньше влияет на безопасность США за рубежом и внутри страны. Как сообщают зарубежные источники, сегодня Моссад противостоит прямому и недвусмысленному обещанию иранского руководства стереть Израиль с карты мира. Ведя упорную тайную войну против Ирана, путем организации диверсий на ядерных объектах, ликвидации иранских ученых, поставок неисправного оборудования и непригодного сырья через подставные компании, организации побегов высокопоставленных офицеров и ведущих специалистов в области ядерных исследований, внедрения опасных вирусов в иранские компьютерные системы, Моссад, по его утверждениям, борется с угрозой получения Ираном ядерного оружия и вероятными последствиями этого для США и всего остального мира. Хотя Моссад смог на несколько лет отсрочить создание иранской атомной бомбы, его тайная битва против ядерной программы Ирана сейчас достигла своего пика. Следующим шагом может стать военный удар, последнее доступное средство. В процессе борьбы с терроризмом Моссад с 1970-х годов захватывает и ликвидирует десятки известных террористов в их опорных пунктах в Бейруте, Дамаске, Багдаде и Тунисе и на боевых постах в Париже, Риме, Афинах и на Кипре. Как сообщают западные СМИ, 12 февраля 2008 года в Дамаске попал в засаду и был убит агентами Моссада Имад Мугния, военный лидер Хезбалы. Мугния был не только заклятым врагом Израиля, но и номером один в списке самых разыскиваемых ФБР преступников. Он спланировал и осуществил уничтожение 241 морского пехотинца США в Бейруте. Он оставил за собой кровавый след, усеянный трупами сотен американцев, израильтян, французов и аргентинцев. Прямо сейчас на лидеров исламского джихада и аль-Каиды ведется охота по всему Ближнему Востоку. И все-таки кажется, что никто не прислушался к Моссаду, когда он предупреждал Запад о том, что арабская весна может превратиться в арабскую зиму. На протяжении 2011 года на Западе воспевали то, что должно было стать началом новой эры демократии, свободы и прав человека на Ближнем Востоке. Надеясь завоевать симпатии египтян, Запад вынуждал уйти в отставку президента Мубарака, своего главного союзника в арабском мире. Но когда первые толпы демонстрантов хлынули на площадь Тахрир в Каире, они сожгли флаг Соединенных Штатов. Затем ворвались в израильское посольство, требуя разорвать мирный договор с Израилем, и задерживали активистов американских неправительственных организаций. Свободные выборы в Египте привели к власти братьев-мусульман, и сейчас Египет балансирует на грани анархии и экономической катастрофы. В Тунисе укореняется фундаменталистский режим. Ливия, вероятно, движется в том же направлении. Йемен охвачен беспорядками. В Сирии президент Асад уничтожает свой народ. Умеренные режимы, такие как Марокко и Ордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, чувствуют себя преданными западными союзниками. Все надежды на права человека, права женщин, демократическое законодательство и управление, которые вдохновляли эти эпохальные революции, были сметены фанатичными религиозными партиями, хорошо организованными и имеющими надежные связи с массами. Эта арабская зима превратила Ближний Восток в бомбу с часовым механизмом, угрожающую израильскому народу и его союзникам в западном мире. Со временем задачи Моссада будут становиться все более рискованными и все более жизненно важными для Запада. Моссад представляется наилучшей защитой против иранской ядерной угрозы, против терроризма, против всего того, чем может обернуться хаос, воцарившийся на Ближнем Востоке. И что особенно существенно, операции Моссада – последний орудийный зал перед началом открытой войны. Безымянные бойцы Моссада – главный источник его жизненной силы. Это мужчины и женщины, которые рискуют своей жизнью, живут вдали от семей под вымышленными именами, проводят отважные операции во враждебных государствах, где малейшая ошибка грозит арестом, пытками или смертью. Во время Холодной войны худшей участью для секретного агента, задержанного на Западе или в странах коммунистического блока, был обмен на другого агента на каком-нибудь холодном и туманном мосту в Берлине. Русский или американский, британский или восточный германский агент всегда знал, что он не одинок и что всегда есть те, кто заберет его с этого моста. Для одиноких бойцов Моссада нет обменов и туманных мостов. За свое мужество они расплачиваются жизнью. В этой книге мы рассказываем о великих операциях и самых отважных героях Моссада, равно как и об ошибках и провалах, которые не раз бросали тень на репутацию разведывательной службы и потрясали сами основы ее существования. Эти операции предопределяли судьбу Израиля и во многих отношениях судьбы всего мира. Агентов Моссада объединяет глубокая идеалистическая любовь к родине, ревностное служение ради ее существования и выживания, готовность идти на самые серьезные риски и сталкиваться со смертельными опасностями. Служить на благо Израиля.